Как тяжело привести себя в форму зимой, да еще и эти вечные праздники, но решение есть. Воркаут. Так часто мы слышим это слово, но до сих пор не все до конца понимают, что же это такое. Прежде всего, это уличная субкультура. Воркаутеры занимаются на турниках и брусьях. Какие основные элементы воркаута? Я бы сказал, что в воркауте нет элементов. То, что вы сейчас говорите об элементах, они взяты из спортивной гимнастики и адаптированы к улице. В самом воркауте элементов нет, но есть базовые упражнения, которые мы выполняем. Это подтягивания, отжимания, отжимания от брусьев, приседания и выходы силой. А их комбинации, вариации позволяют разнообразить весь тот тренировочный процесс, который составляет уникальность воркаута. И никаких сложных техник, замысловатых упражнений, непонятных методик. Это первый плюс. Второй заключается в ощущении свободы и возможности экспериментировать. А третий и главный – доступность и свежий воздух. Воркаут мне интересен тем, что это бесплатно, доступно. Можно в любой момент выйти, позаниматься на улицу. Опять же, товарищи хорошие. Результативно. Можно достичь всех результатов, которые могли бы быть в зале или в другом виде фитнеса, например. Мы себя позиционируем как фитнес, поэтому цели – здоровье, а не соревновательность. Но и без минусов никуда. Люди, которые тяжело переносят каплизы погоды, вряд ли смогут в мороз или жару продуктивно работать. А если есть стеснение заниматься на людях, то будет совсем непросто. Что тебе не нравится в воркауте? Холод не нравится зимой. Очень холодно заниматься. Одному заниматься скучно и сложно, а вот дух коллектива мотивирует. Пять. Вниз, упад. Топим снег. На улице встретить единомышленников не так сложно, как кажется. Воркаутера можно найти на спортивной площадке или даже во дворе около турника. Но в Егорьевске есть целое сообщество, которое так и называется – воркаут. И любой желающий может присоединиться к коллективным занятиям. Я предпочитаю коллективный тренинг. Так ты больше мотивируешься. Если твой друг, допустим, сильнее тебя, ты быстрее набираешь оборот. То есть коллективно лучше намного заниматься. Тренировки проводятся на стадионе Мещера каждое воскресенье в 11 утра. Как правило, занимаются представители сильного пола. Но и девушкам там рады. У каждого своя нагрузка, которая подбирается в зависимости от уровня подготовки и возраста. Самое сложное вообще, как в любом направлении, либо занятие – это начать. Когда вы потом входите в процесс, все становится доступно. И с каким-то определенным промежутком времени всегда все получается. Главное – начать. Людям, которые только встали на путь физического самосовершенствования, придется по душе программа «Стодневный воркаут». Этот проект был удостоен премии губернатора Московской области в номинации «Активное Подмосковье». «Стодневный воркаут» – это бесплатный образовательный тренировочный проект, направленный на повышение осведомленности в оборотах фитнеса, питания и здорового образа жизни у новичков, у тех, кто начинает тренироваться или возвращается после долгого перерыва или травмы. Здесь у нас проходит два раза в год сбор участников программ по воскресеньям. Также осуществляется запуск в нашем городе тоже два раза в год. И из последних новостей мы выиграли премию губернатором Московской области. В Егоревске не ожидается кардинальных перемен в этой сфере, но благодаря растущей популярности воркаута ставятся новые дворовые площадки для свободных занятий. Из перспектив – это увеличение числа, занимающихся на каждой из площадок Егоревска, может быть, организация, продвижение, строительство площадок в городе. Например, в парке «200-летие Егоревска» было бы неплохо установить одну из таких площадок. А так как мода на здоровье никогда не проходит, и воркаут вряд ли уйдет на второй план, он поможет не только заложить базу для дальнейших занятий, но и стать лучше. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok